Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас хочу рассказать о выращивании интересного растения земляничного шпината. Еще его называют шпинат малина. Этот шпинат отличается от всем известного шпината, у которого используют для еды листики. Они очень вкусные, полезные. А на шпинате земляничном, помимо этого, еще и вырастают вот такие вот ягодки. И я заинтересовался этим растением, и были приобретены семена. Вот так очень красиво выглядят ягодки шпината на картинке. И на самом деле так оно и есть. Шпинат земляничный выращивал прямым посевом в грунт, точно так же, как и обычный шпинат. И вот он был посеян в начале мая на маленькую грядочку. Шпинат земляничный решил пока только попробовать. Всего два редка было шпината. Глубина посева примерно один сантиметр. До всходов старался поддерживать грядку во влажном состоянии, чтобы росткам было бы удобно пробиваться на поверхность. И шпинат всходить не торопился. И всходы шпината появились только в конце мая. И вот так они выглядели 4 июня. Посев получился у меня не очень удачный. Видимо не удалось точно выбрать правильную глубину. Получилось где густо, где пусто. Но поскольку сеял загущенно, достаточное количество семян шпината все-таки проклюнулись, начали расти. И к 19 июня после прореживания оставил несколько растений. Шпинат выглядел уже довольно бодро. И конечно он рос намного медленнее обычного шпината. Ну возможно тут дело в семенах. Всходы появились очень поздно. Из ухода были только поливы, рыхления и прополки. Шпината всего ничего. Это никакого труда не составляло. И шпинат довольно быстро разросся. Образовались вот такие уже довольно рослые кустики. Сантиметров наверное 70. И 19 июля появились первые ягодки. Ну ягодками называть это можно с большой натяжкой. Но все-таки смотрятся они довольно симпатично. И удалось их попробовать. И достаточное количество ягодок шпината было собрано. И приступили к дегустации. Что тут можно сказать? Не хочу обидеть земляничный шпинат. Кушать конечно эти ягодки можно. Они обладают своеобразным сладковатым вкусом. Вполне съедобны. Но на мой взгляд конечно они значительно, очень значительно уступают по вкусу и малине. А этот шпинат называют еще шпинат малина. И тем более земляники. Что бы там ни говорили. Но все-таки вкус шпината земляничного совершенно другой. Хотя ягодки повторюсь вполне съедобные. Некоторые садоводы варят из него варенье. Используют для разных блюд. Конечно он выглядит довольно декоративно. Можно его выращивать даже как декоративное растение. Но пожалуй в качестве ягодок шпинат использоваться на участке он не будет. На этом можно было бы историю про шпинат и закончить. Но на следующий год видимо несколько ягодок шпината упало на грунт. И они проросли. И снова на этом месте уже без всякого посева вырос земляничный шпинат. И вырос тоже довольно неплохо. Но поскольку мы его уже попробовали, собирать его уже никто не стал. Так он и рос на этом месте весь сезон в качестве декоративного растения. То есть шпинат земляничный неплохо растет и самосевом. Садоводам это стоит знать. Особо сильно по участку он не разросся. Никаких проблем мне не доставил. Но самосев из него получился довольно уверенный. Какой можно подвести итог? Шпинат земляничный очень интересное растение. Ничуть не жалею, что его выращивал. Смотрится он очень декоративно. Ягодки, повторюсь, они пригодны для использования. Они съедобные. Ну, может быть кому-то этот вкус и понравится. Но меня что-то он не впечатлил, честно скажу. Уж извините. Так что шпинат вырастить стоит. Очень интересно за ним наблюдать. И посмотрите какой он красивый. Вот такие вот симпатичные ягодки. Можно даже его и в букете, наверное, как-то использовать. Я не цветовод. Не знаю всех этих тонкостей. Но смотрится он очень симпатично. Ну, а вырастить шпинат оказалось очень просто. Прямой посев в грунт в начале мая на глубину 1 см. И шпинат, хоть и не очень быстро, но взошел. И в первый же сезон дал неплохой урожай. Вот такое интересное растение земляничный шпинат. В конце пожелаю всем огородникам не забывать про такие. Не совсем обычные растения. Очень интересно их выращивать. Желаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.